Перетренированность – один из главных врагов начинающих атлетов. Чрезмерный объем тренировок и нехватка времени на восстановление комплексным образом нарушают работу обмена веществ, нанося удар центральной нервной системе и гормональному фону. В этом видео мы разберемся в том, что такое перетренированность, как она влияет на тренировочный процесс и можно ли ее избежать. Так что досматривайте до конца, будет познавательно. Перетренированность – это состояние хронического перенапряжения у спортсменов. Ее главной причиной являются чрезмерные физические нагрузки без достаточного времени на восстановление. По сути, регулярные тренировки уставших мышц ведут к истощению резервов организма. Перетрен проявляется не только болями в мускулатуре, результат избытка молочной кислоты, но и повышенной раздражительностью, проблемами со сном и гормональными нарушениями. У мужчин часто снижается уровень тестостерона и страдает либидо. Ситуация усугубляется и тем, что перетренированность достаточно сложно определить на ранних этапах. Кроме этого, атлеты склонны игнорировать первые симптомы, особенно при четко распланированном графике тренировок при прохождении цикла на массу. Сколько времени отдыхать? В спортивной медицине выделяют два типа перетренированности. Оба характеризуются напряжением корковых процессов, в результате чего происходит нарушение работы центральной нервной системы, протекающих по механизму неврозов. Перетрен первого типа. Это умеренная перетренированность, полностью исчезающая при 5-10-дневном отдыхе. В свою очередь, перетрен второго типа – это хроническая перетренированность, требующая для восстановления до нескольких месяцев, на время которых спортсмену рекомендуется сменить вид активности. Как определить перетрен? На первых стадиях перетренированности ее симптомы могут быть неявными. Прежде всего, речь идет о достижении плато в спортивных показателях, несмотря на увеличение объема тренировок. Может снижаться мотивация, неожиданно портится настроение, появляются проблемы со сном. Следующие стадии перетрена характеризуются потерей аппетита, снижение массы тела, падение иммунитета и мышечными болями. Часто наблюдается снижение максимального потребления кислорода и увеличение пульса даже в состоянии покоя. Это следствие повышенного уровня гормона кортизола. Напомним, что высокий кортизол проявляется в активации катаболических процессов, увеличении необходимого для восстановления времени, а также негативном влиянии на работу иммунной системы. Кроме этого, кортизол нарушает нормальную выработку тестостерона. Что делать и как лечить? Спортивный массаж и в частности миофисциальный релиз – эффективное средство для снижения болевых ощущений в мышцах после тренировок. Использование МФР ролика не только делает мускулатуру более эластичной, но и ускоряет выведение токсинов, помогая бороться с перетренированностью. Также важно следить за графиком тренировок, поскольку крупным мышечным группам необходимо до 48-72 часов для полноценного восстановления, повторная тренировка в это время не принесет дополнительного результата. Новичкам же рекомендуется тренироваться не более 3-4 раз в неделю. Для профилактики перетренированности рекомендуется чередовать силовых и кардиотренировки, это помогает организму быстрее избавиться от токсинов. По окончанию занятий обязательно должна проводиться заминка и растяжка мышц. Ряд специалистов рекомендуют контрастный или холодный душ. Запрет на тренировки. Чаще всего для восстановления при перетренированности первого типа требуется не менее 3-5 дней полного отказа от активных занятий спортом. Более серьезный перетренд может потребовать более долгого времени, вплоть до 4-8 недель и более. В это время рекомендуется спать не менее 8-9 часов в сутки. Следить за наличием в питании ключевых витаминов и минералов, прежде всего цинка, магния и железа. Заниматься легким кардио на открытом воздухе может помочь прием аминокислот BCAA. После возобновления нагрузок необходимо вести дневник тренировок, в котором должны отмечаться как силовые показатели, так и самочувствие по окончанию тренинга. Помните о том, что хотя перетренд появляется постепенно, опытный спортсмен всегда способен распознать его на первых стадиях и снизить объем нагрузок, чтобы не довести ситуацию до опасного состояния. Перетренированность – это состояние хронического утомления организма, вызванное чрезмерными нагрузками. Симптомами являются снижение силовых показателей, постоянная боль в мышцах, проблемы со сном и иммунитетом. Единственным методом прямого лечения является запрет на тренировке для восстановления организма. А вы хоть раз испытывали перетренированность? Поделитесь своим опытом в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, как ускорить восстановление после тренировки. Оно появится у вас на экране, а также ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!